Уроки доброты расширяют географию и аудиторию. Нижегородский проект о толерантности к людям с расстройством аутистического спектра, созданный фондом «Время рассвета», прибывает в Ленинградскую область, в город Всеволожск. Неформальную лекцию проводит Екатерина Ферапонтова, директор Нижегородского благотворительного фонда. Каждый из вас что-то вынесет для себя достаточно интересное. Может быть, как минимум для расширения кругозора. Сегодня ее слушатели не школьники и студенты, а ребята из реабилитационного центра, где лечат от наркомании и алкоголизма. И учат бороться с зависимостями. Я вот целый месяц просто ничего не делала, валялась тут. Я думаю, блин, да зачем? Типа выйду отсюда, ничего не изменится, мне точно не поможет. Ну, пока вот читать не начала. Кто-то поступил месяц назад, другие уже заканчивают лечение. Объединяет их одно – желание бороться со своими губительными, смертельными страстями и заново учиться жить в социуме и общаться с миром. А в обществе есть взрослые и дети, многие из которых выбиваются из нормы. Не то, что с маленьким ребенком, так и с обычным взрослым человеком достаточно сложно найти общий контакт. Екатерина Ферапонтова рассказывает ребятам, как найти общий язык с людьми с расстройством аутистического спектра. Чтобы прочувствовать, как тяжело ребенку с раз, который не овладевает речью, общаться с помощью жестов, Леша старательно пытается показать Лизе ананас. Пока безрезультатно. А с помощью следующего интерактива Семен узнает, что ребенок с рас очень острый слышит звуки. Все они сливаются воедино. Такие простые эксперименты заставляют нормы типичных ребят задуматься. Они сами порой месяцами и даже годами губили свое здоровье, не осознавая, насколько много им дала жизнь. А у детей и взрослых с рас такого нет. И эта болезнь не лечится. Мне напомнило это, эту проблему, что контактировать с людьми сложно и пытаться нужно. Нельзя опускать руки. Процесс есть, результат есть. Так что... Добро победить. Да. Зависимость, она такая эгоцентрична. То есть она смещает акцент с посторонних людей, с помощью кому-то. То есть все, что мы можем сказать о добре. Поэтому я считаю, что очень важно вообще информационно просвещать. И это понимание дает тебе какое-то, я не знаю, сочувствие. Ты не только о себе думаешь, да, а еще о ближнем, о чем-то вот таком. А чтобы добро победило, нужно просто знать, как вести себя с ребенком с расстройством аутистического спектра. И принимать его таким, какой он есть. И сегодняшний урок не только об этом. Основная задача такого проекта – это информировать общество. Здесь, наверное, первое было показать, что, ребята, у вас есть все для хорошей, качественной, обычной жизни. У многих этого нет, того, что есть у вас. И пользуйтесь тем, что у вас есть в ваших силах. Поменяйте эту жизнь. Огромное количество людей нет тех инструментов, которые есть у вас. Организаторы уроков доброты готовы проводить такие встречи как можно чаще. Ведь за информацией – будущее. В том числе – здоровое будущее. Служба информации Александра Шеломцева, Михаил Городников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова